Всем привет! На этом занятии наша основная цель улучшить нашу разработку на Node.js. Первое средство, которое мы для этого изучим, называется Supervisor. До этого момента мы разработали Echo Server. Как вы помните, в процессе разработки была некоторая сложность, можно сказать неудобство. Любые изменения в коде требовали перезапуска сервера. Это легко объяснимо, ведь Node.js считывает файлы только один раз. Считав файл, он получает соответствующий объект модуля и в дальнейшем использует его. А что делать в процессе разработки? Есть, конечно, вариант очистить внутренний кэш Node.js, но наиболее часто используют другой подход. А именно специальный модуль, который отслеживает все файлы в директории и как только в ней что-то меняется, перезапускает Node.js. Один из таких модулей называется Supervisor. Этот модуль содержит в себе консольную утилиту, которая должна быть доступна по пути системному. Поэтому я вставлю его глобально. npm install-g Supervisor. Видите, от рута, конечно же. Итак, поставилось. И теперь я запускаю вместо Node.js Supervisor.js. Запустил. Что это мне даст? Давайте посмотрим. Сейчас я изменю файл, например, добавив в него пустую строку. И сохраню то, что получилось. Оба! Вы заметили? Crashing Child и Start новый. Давайте еще раз. Убираю строку. Сохраняю. WebStorm сохраняет при явном нажатии кнопки Save, либо если он теряет фокус. То есть, как только я переключусь на окно браузера, он тут же сохранит то, что я редактирую. А Supervisor все время следит за файлами. И как только он видит, что изменились файлы с расширениями по умолчанию Node, либо JS, то перезапускает ноду. Пожалуй, стоит подредактировать конфигурацию запуска Server.js с использованием Supervisor. Запускаться у нас будет больше не Node, а Supervisor. Вот так. Конечно же, у вас путь может быть другим, например, если вы работаете под Windows. Если так, ничего страшного. Точный путь вы всегда можете узнать, при глобальной установке модуля он выводится. И записать его сюда. Окей. Запускаю. Так, вроде работает. Ну-ка, добавлю пустую строку, сохраню файл. Угу, перезапускается. Более того, если в этой директории есть другие файлы, и они изменены, то тоже. Supervisor смотрит над всем содержимым директория, сидит и наблюдает, какие файлы изменились. Как только какой-нибудь из них будет изменен, включая под директории, то он перезапустит ноду. Это очень удобно при разработке больших многоуровневых проектов. Какие подводные камни есть у Supervisor? Они тоже присутствуют. Первый подводный камень, о котором необходимо знать, это новые файлы. Сейчас я создаю файл, file.js. Вот я его создал, и вот я его сохранил. Как видите, никакой реакции. Давайте я очищу консоль. Еще что-то сделал, еще раз сохранил. Никакой реакции. Это потому, что Supervisor, во всяком случае текущая его версия, наблюдает за каждым файлом индивидуально. И она просто не знает о том, что новый файл появился. Но если я после того, как изменил этот файл, внесу его через require в сервер, то как раз изменение в сервере оно отследит и все перезапустит. Ну а после перезапуска будет следить и за новым файлом.js тоже. Таким образом, если добавление нового файла влечет за собой изменения существующих, а как правило так оно и есть, то у нас все хорошо. Но в тех редких случаях, когда нет, то придется иметь в виду, что нужно перезапускать Supervisor вручную. Автоматически новые файлы он не обнаружит. Следующий подводный камень Supervisor заключается в том, что если мы поставили сюда в дев много модулей, и у нас есть большая директория NodeModules, а каждый модуль ставит свои зависимости, то общее количество файлов под директорией может стать очень большим, и Supervisor начнет есть очень много процентного времени. Особенно это заметно на ноутбуках, которые при этом начинают гораздо сильнее греться. Вот чтобы такого не было, желательно Supervisor либо запускать с параметром ignore, и указывать в нем, что нужно игнорировать NodeModules, либо переместить эту NodeModules жирную куда-то наверх, потому что действительно зачем над ней смотреть, это внешние модули, они изменяются не так уж часто. Итак, далее для разработки мы будем использовать Supervisor.